Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вернее, неправильно ночевать. Это первое видео для моих спонсоров, поэтому приветствие должно быть другое. Здравствуйте, мои дорогие спонсоры этого канала, моего канала. Я благодарна безумно вам за ваше оказанное доверие, за вашу финансовую помощь. Вот, и начиная с сегодняшнего дня, у меня здесь тоже будут не очень часто, но мастер-классы, которые будут такими трудоемкими и сложными, они будут выходить здесь. Именно для спонсоров. В общем, я вас, себя и вас поздравляю. Итак, сегодня у нас, девчонки, жилет по мотивам Брунелла Кучинели. Вязала я его. Узор там у меня есть в открытом доступе, но он здесь и в видео есть, так что вам не нужно никуда возвращаться, заходить-выходить. Все будет в этом одном видео. Еще один раз это уже пошел такой материал для спонсоров. Это в какой-то мере платный контент, да. Поэтому, девчонки, я, конечно, захожу редко. Теперь я постараюсь заходить почаще именно во вкладку сообщества. Я не знаю, что там творится. Ну вот, теперь я туда буду заходить. Поэтому, все ваши вопросы, которые возникают, конечно же, лучше всего, наверное, в Инстаграм. Ну, я же говорю, я постараюсь себя автоматически уже приучить и заходить туда. Если что, вы меня прям так в комментарии. Потому что там, чтобы прочитать комментарии, нужно специально зайти. Вот. Это я, вдруг я не отвечаю, то значит, я просто туда не захожу. Поэтому нужно меня взбодрить в обычном видео с общим доступом. Я, понятно, я делала, что пойму, что это от спонсоров сообщения и отреагируют, девчонки. То есть, не бойтесь меня дёрнуть в другом каком-то месте. Потому что именно сюда, во вкладку сообщества, я захожу редко. Вот. И это было такое вступление, девчонки. А теперь по поводу. Значит, этот жилет у меня. Вот я не пойму, то ли это блузон, пуловер, джемпер, жилет. Вот джемперочек, скорее всего. Ну вот, я не знаю, как его назвать. Ещё понятия не имею, как назову. Вот когда буду оформлять видео, то и назову. Значит, что у меня здесь, подчёрканно, девчонки, это так, шпаргалка такая. Все размеры, все отличия по размерам я выводить буду на экран. То есть, вы не обязательно, ну, хотя вы можете заскринить на всякий случай. Но я думаю, этого не нужно. Это, скорее всего, мои такие заметки были. Вот. Значит, что касается размера. Вот рассчитан этот жилет, джемперочек на такие вот размеры. Я пронумеровала 1, 2, 3, 4. То есть, по видео будет идти. Для размера 1 вы уже, всё равно вы вначале, вот сейчас вот выбираете размер свой. Вот. И определяете, какой вы будете вязать. Я вязала вот эту вот двойку 44-46 мл, да. А вы выбираете по себе. Здесь у нас русские размеры, здесь у нас европейские размеры. Да. И это по петлям у меня. Это вязала я в круговую. Хотя, сразу говорю, девчонки, отличается немного узор. Вот смотрите, круговое вязание. Вот это вот поворотными рядами. Я бы рекомендовала вязать двумя частями, девчонки. Всё-таки не так, как я вязала до проймы в круговую. А именно двумя частями с шивными поворотными рядами. Чтобы вот такой узор получается более похож на оригинал. Вот такой вот он получается красивенький. Ну, как по моему мнению, красивее. Вот такого вот добиться, чтобы был по всему изделию, невозможно. Потому что у нас комбинация поворотных и круговых рядов. Вот. Ну, я вязала в круговую, поэтому вот первый столбик у меня на половинке. Если вдруг будете вязать поворотными рядами, то вы берёте вот это вот число петель плюс две петли для кромочной обязательно. Вот. Ну, и тогда нужно будет вернуться в тот узор, который у меня в видео, ну, в открытом доступе. Чтобы посмотреть вот поворотными рядами сразу, как вязать вам. Вот. Ну, а это, если в круговую, это общее количество петель. Здесь вот у меня указано, что же вы можете перепроверить себя по количеству рапортов. У меня это 60 рапортов в окружности. Это уже рапорты в окружности. Значит, спицы 2,5 миллиметра и 3,5 миллиметра. Эти для резинки я использовала. Эти для основного вязания. Плотность. Сейчас про пряжу про всё поговорю. Здесь, к сожалению, у меня мастер-класс, он привязан к плотности и к пряже. Ну, к пряже можно заменить, а вот к плотности, чтобы получилось то, что у меня, и вам не пришлось ничего подгонять, переделывать, то вам, у вас вот такая вот должна быть плотность. 20 петель 10 сантиметров это в ширину и 21 ряд в высоту в 10 сантиметрах. Вот такая вот плотность. Это чтобы попасть в мой размер. По сантиметрам, вот эта вот схемка, здесь всё в сантиметрах нарисовано. Резинка 7 сантиметров, здесь я не измеряла общая ширина, 52-60, у меня 60, помним, да. Это общая ширина изделия, различие между размерами 8 сантиметров. Длина тоже отличается по длине, там тоже корректируется разная длина. Вот, ну, это всё, всё здесь в этой схемке, всё в сантиметрах. Это 20, это я просто начала в горловине, думаю, зачем я её буду рисовать, если там всё выведено на экран. Значит, что касается пряжи. Пряжу я исправила, я влюблена в эту пряжу, девчонки, вот в эту вот, Ярнард Силки Роял. Шикарная пряжа. И у меня цвет 431, ну, это джинс, девчонки, ну, какой он классный, ну, какой он классный. Значит, что у нас по составу? 35% Силк район, это шёлк, 60% Мирина шерсть, Мирина вул, ой, артисты, это ж турки так на русский язык переводят. Шерсть. И, по-моему, здесь не точно указано, вот носку, если я не ошибаюсь, там ещё что-то есть. Но они почему-то здесь не указали. Хотя я, может, ошибаюсь, я, может, путаю с чем-то. Значит, возможно, я путаю. Значит, шёлк с Мирина шерстью. Не дешёвая она, ну, она того стоит, девчонки. Кто с Украины, пожалуйста, под видео ссылка на Леночку, вперёд к ней. Вот, и метраж этой пряжи в 50 граммах, 140 метров. Это значит, что если у вас, вы будете менять на другую пряжу, то ориентируйтесь на 280 метров. Так, 140 метров в 50 граммах. Это значит, что 280 метров. Там пишу английскими буквами, тут русскими. Ну, в общем, вы меня поняли. Значит, ориентируемся на вот эти вот цифры. Эта цифра для 100 граммов, эта цифра для 50 граммов. Вот, расход пряжи для размера первого 5 мотков, 6 мотков. Там упаковочки идут по 5 моточков, по 50, то есть упаковка 250 граммов. То есть, в любом случае нужно брать больше, чем упаковка. Ну, вот такие вот какие-то нестандартные упаковочки по 5 мотков, 50 граммов. У меня ушло 6 мотков, ровно 6. То есть, вот тютелька в тютельку, 7 мотков для троечки и 8 мотков для четверочки. Вот. Вот такая вот у нас пряжа. Расход. Так, плотность я сказала, спицы сказала. Ну, основную информацию сказала. Девчонки, еще раз повторюсь. Вдруг какие-то вопросы, вдруг что-то объяснить или доснять, или показать чего-то вам. Пожалуйста, пишите, я это сделаю. Вот. Ну, в принципе, начинаем. Итак, девчонки, на короткие спицы я резинку буду вязать вот этими короткими спицами. Диаметр вот этих коротких спиц 2,5 мм. И набирать петли я буду способом качели. Я его реже использую, чем свой любимый. Поэтому вот так вот. Значит, захватываю нить. Далее. Отвожу спицу под дальнюю нить. И как бы перехватом переднюю нить. Захватываю переднюю нить. Захватываю петлю из дальней нити. И считаем. 240 петель. 4. 5. 6. 35, 36, 37, 38, 39 и 40. Так, теперь вот этот, смотрите, ниточку, что осталось. Эту, это я держу последнюю петлю пальцами. Потому что при этом способе оно очень быстро распускается. Придерживая вот это вот, я завязываю узел. Так, и теперь очень аккуратно я начинаю вязать. Вот здесь вот я очень часто хватаю вот эту нить дополнительную. Проследите, чтобы основную. И теперь первую петлю мы снимаем, потом ее будем провязывать. Здесь вот, смотрите, здесь хорошо видно. Следующая петля у меня изнаночная. Я ее провязываю изнаночной. То есть здесь уже при этом наборе видно, как провязывают. Здесь такая развернутая петля. Видно очень хорошо, что ее как раз и нужно провязывать лицевой. Здесь узелочек. Вот видите, такая она спрятанная петля. Изнаночная. Эту петлю лицевой. То есть этот способ подразумевает сразу же, как бы, уже определят там, где лицевая, лицевая. Он нам показывает, как бы, где нам вязать лицевую, где изнаночную. И вот первый ряд я аккуратненько провязываю. Тугенько здесь провязывайте. Снимайтесь. Этот набор, он не стянет низ. Поэтому первый ряд тугенько. И набираем тугенько, девчонки. Можно даже взять спицы на размер меньше. Именно для набора и первого ряда. А потом уже перейти на два с половиной. Итак, провязала я кружочек. Ну, ряд вернее. И теперь мне нужно выровнять вот этот вот ряд, чтобы соединить его в круг. То есть я вот ребром ставлю все петли. Ну, набором, как бы, вверх. Так. Видите, здесь перекручено. Это все надо пройтись вот так вот вручную. И соединить в круг. Сейчас я еще перепроверю. Так. Вверх. 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 Так, все хорошо. Теперь я соединяю и вяжу. Так вот здесь вот можно завязать узел с этой нитью. Но я не буду. Я потом этой же нитью потом закончу это все. Делаю. Я вам покажу. Теперь, что важно. Лицевую петлю мы вяжем за переднюю стенку. Так как это круговое вязание. А изнаночную за заднюю стенку. Следите за тем, чтобы не получилась скрученная и перекрученная петля. Хотя, если вам нравится, вы можете вязать наоборот. И у вас получится скрученная петля. Я этого не хочу. Поэтому я вяжу вот так вот. Развернусь петлями. Как я их называю. И вяжу 8 сантиметров резиночкой. Один на один. Продолжаем. Так, девчонки. Вот я провязала резинку. Смотрите. Вяжу тугенько, медленно. Но зато это так классно получается. Вот правда. Не пожалейте времени. Пряжа это очень-очень классная. Вот у меня даже не 8, а 7 с половиной. Я еще провяжу два ряда. Надо, да, 8. Да нет, не надо. Итак. Я провязала. Вот смотрите. Я спицу не считаю. 7 сантиметров. Девчонки. Больше не буду. Я вот так визуально смотрю, что вот это как раз. Так как в оригинале соответствует. Сейчас перехожу на вот эти вот. Так. На спице 3 миллиметра. Больше. И перехожу на основной узор. Итак. Узор в круговую. В любом случае число петель должно быть кратно 4. Вяжите ли вы эту модель, либо любую другую. Перепроверяйте число петель кратно 4. Так. После резинки. Смотрите. У меня здесь два ряда. Лицевыми я провязала. И вот первый ряд узора. То есть. То есть. Те два ряда я не считаю. Первый ряд узора. Две петли вместе с уклоном вправо. То есть. Спицу я ввожу слева направо. Сейчас попробую. Так лучше. Надеюсь. Делаю двойной накид. 1, 2. Здесь две петли поворачиваю. И две вместе с уклоном влево. Вот он раппорт. Четыре петли. Две вместе. Две вместе. Двойной накид между ними. И далее продолжаем. Две вправо. Двойной накид. Поворачиваем петли. Две влево. Две вместе с уклоном влево. Это так сократило. Вправо. Двойной накид. Влево. Вот весь раппорт из четырех петель. То есть. Здесь у нас две вместе встречаются. И между ними двойной накид. То есть. Две вместе с уклоном влево. Две вместе с уклоном вправо. Двойной накид. И так по кругу. Так и в конце ряда. Вот смотрите. Заканчивается ряд. Здесь две вместе. Две вместе. Двойной накид. И здесь две вместе с уклоном влево. А здесь у нас было две вместе с уклоном вправо. То есть. Вот здесь сходится наш раппорт. Видите. Вот он. Далее. Второй ряд. То есть. Понятно. Да. Никаких дополнительных петель у нас здесь нет. Вот здесь я забыла сделать протяжку. В общем. Так. Второй ряд. Две лицевые. Одна изнаночная. И одна лицевая. Вот он раппорт. Две лицевые. Изнаночная. Лицевая. Если простым языком, то мы все вяжем лицевыми, кроме второго накида. Лицевая. Первый накид лицевая. Второй накид изнаночная. И далее все лицевые. Лицевая. 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 Первый накид. Второй накид. Изнаночная. То есть. Три лицевые. Одна изнаночная. То есть раппорт состоит вот так вот. Да. Две лицевые. Изнаночная. Лицевая. Но по финалу, как бы по итогу, если мы в середине вязания, то это три лицевые и одна изнаночная. Всегда помним, что изнаночная это второй накид. Лицевая. 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 И второй накид изнаночный. И так весь круг. Так. Конец второго ряда. Одна изнаночная, одна лицевая. То есть вторая половина раппорта. Первая была здесь. Третий ряд, девчонки. Значит, здесь мы провязываем три лицевые в начале ряда. Это не раппорт ничего. Просто в начале три лицевые. Мы там будем корректировать, делать эту протяжку. Теперь, смотрите, берем третью петлю. И одеваем ее на первую и вторую. Есть. Провязываем эти две петли лицевыми. Далее, вот здесь вот, смотрите, ниточку поднимаем. Из нее делаем лицевую петлю. То есть ту, которую мы убрали, мы здесь восстановили. Далее, лицевая. Снова третью надеваем на две первые. Провязываем. Восстанавливаем. Тут, кстати, невозможно нарисовать раппорт и обозначить. Потому что одна петля берется из предыдущего раппорта. И здесь вот в конце тоже отсюда берется петля. Поэтому я здесь вам не озвучиваю, где начало и конец ряда. Просто в начале три петли лицевыми. И далее вы делаете все время вот эту манипуляцию. И между этими как бы манипуляциями у нас одна лицевая. И далее мы вот это вот делаем. Третью петлю. Одеваем на первую, вторую. Провязываем эти две. И добавляем эту петлю из протяжки. Все, раппорт. Вот он. Еще раз раппорт. Лицевая. Третью петлю одеваем на две. Раз, два. Третья одета. Провязываем. Добавляем. Все. То есть здесь у нас вот они четыре петли. Эту мы просто провязали лицевой. Эти провязали. Четвертую одели. И четвертую уже вытянули отсюда. Вот они четыре петли раппорта. Еще раз давайте провяжем. Лицевая. Раз, два, три. Третью одеваем на первые две. Эти две провязываем. И эту третью. По факту она четвертая в раппорте. Но третья из этой тройки. Мы ее достаем и провязываем. И так целый ряд. Так. И конец ряда. Вот здесь вот интересно. Смотрите. Последний раз. Потом у нас две петли остаются. Мы делаем вот этот переброс. Добавлением одной петли. И вот здесь вот, девчонки. Эта петля у нас естественно лицевая. А вот здесь вот у нас нам нужно сделать эту протяжку. Я петлю переснимаю. Которая последняя осталась. Снимаю маркер. И одеваю ее. Теперь я делаю эту манипуляцию с перебрасыванием. Одну петлю провязываем. И одеваем маркер. Это та петля, которую мы сняли. И теперь мы ее вернули на место. Здесь я провязываю. И здесь же добавляю петлю. Далее. Это получается, что я довязала этот круг. Но он у меня сместился на передние петли. Так вот, так вот в круговую. Далее четвертый ряд. Лицевые петли. И теперь этот ряд мы как бы... Он у нас начался отсюда. Но мы его вяжем до маркера. А с первой петли после маркера уже начинаем первый ряд. Вот так вот это вяжется. Итак, мои хорошие. Я провязала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Четырнадцать раппортов в высоту. Да, для моего размера. В сантиметрах пока это не обработано. Я вам измерю. Но это пока. Вот до резинки у меня где-то двадцать с половиной. Ну и резинка там у меня была семь. Да, изначально. Ну вот, сильно она и осталась. Что я теперь делаю? Мне теперь нужно разделить эту деталь на две части. При этом набрать дополнительные петли для подгибки. Вот я обрезала нить. Вот, потому что и здесь как бы я не могу продолжить этой нитью. Потому что и здесь мне нужно будет добирать петли. И при том с той стороны я буду начинать вторую часть. У меня двести сорок петель. Я делю пополам на мой размер. Это сто двадцать петель. Тридцать раппортов. И вот я сделала узелок и набираю десять петель. С этой петлей считаю. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь, вяжу здесь по узору. У меня здесь это дело надо делать, знаете, когда? Когда у нас первый ряд узора. Вот. И здесь я продолжаю по узору. Здесь у меня по узору две вместе, два накида. То есть так, как я и начинала. Две вместе, две вместе, два накида. И таким образом я вяжу сто двадцать петель. Так, давайте я буду считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот. Я провязала сто двадцать петель, не считая эти десять отдельно. Здесь, девчонки. Все. И вот здесь вот у меня осталось тоже сто двадцать петель. То есть я деталь вот разделила пополам. Перепроверьте на этом этапе, на всякий случай. Вот. И теперь я здесь в конце тоже набираю дополнительных десять петель. Точно так же вы будете делать на вот этой вот стороне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть я сейчас буду вязать вот эту вот часть, спинку до горловины. И потом вязать переднюю деталь до горловины. А потом вам буду параллельно показывать как бы и спинку, и переднюю деталь. Так, изнаночный ряд вяжем. Сейчас особенности узора. При поворотном вязании вот эти вот петли так вяжем. Первую петлю снимаем. Восемь петель вяжем изнаночной. Раз. Это та подгибка. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Одну петлю вяжем лицевой. А теперь у нас будет узор. Вот эти десять петель. Вы можете их отделить, если вам неудобно, если вы теряете. Ну, в процессе вы поймете. Так, второй ряд изнаночный у нас. Здесь мы вяжем одну изнаночную, лицевая, изнаночная. Далее две изнаночные. Первый накид у нас, как и в круговом вязании, лицевой. Второй накид изнаночный. Только отличие вот в этих двух петлях, их мы вяжем изнаночной. Лицевая, изнаночная. Вот. У нас здесь одна только вот эта вот лицевая. Все остальные, ну, то есть три петли, соответственно, изнаночные. Все остальные. И так, я провязала до конца, как бы, узора. Здесь у меня вот эти вот 10 петель дополнительные, что у меня батарея садится. Значит, из них первая петля лицевая, восемь петель изнаночные. Раз. Два. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Так, восемь. И последняя тоже изнаночная, кромочная, да. То есть, вот здесь вот мы вяжем восемь петель. Одна кромочная у нас. Восемь петель чулочной глади и между ними изнаночная гладь, как бы, одна петля, она будет отделять. Так, восемь лицевых, это лицевой ряд. Так, вот она, дальше будет вам видно, одна изнаночная. И далее мы идем, вяжем, как бы, узор. Вот здесь вот мы эту протяжку не делаем. То есть, провязываем три лицевые, так как и здесь мы провязывали. Далее делаем протяжку. Одеваем петельки, провязываем. Да, вот все точно так же, как при круговом вязании. Единственное, что мы потом этот стык делать не будем. Я думаю, понятно. Ну, сейчас я все покажу, как бы. Ну, нам, у нас не получится его сделать. Да. Думаю, что понятно, но ничего страшного, что его там не будет. Да, еще хочу обратить внимание, что при круговом вязании мы теперь лицевую вяжем за заднюю стенку. Вот. Изнаночную, наверное, не вяжем никак, потому что изнаночных у нас здесь не будет, потому что есть изнаночные ряды. Вот так вот. Изменения только в лицевой петле, вот в этой, вот уже ее не нужно за передние стенки вязать. Она у нас уже развернута красиво и уже красиво выглядит. Так, и в конце ряда, смотрите, у нас здесь тоже никакой протяжки не будет. Здесь вот мы накиды провязали. Вот, последняя протяжка была здесь, а здесь просто лицевая. Это точно так же, как у нас было при круговом вязании, но здесь мы одалживали петлю и делали протяжку, вернее, две одалживали для протяжки и для петли. Так, что здесь у нас? Тут просто лицевая, вот по краям у нас нет протяжки. Изнаночная, 8 лицевых и изнаночная. Ну и тут четвертый ряд, он у нас с изнаночными петлями, что очень удобно. Единственное, что у нас вот здесь вот, десятая петля, она у нас лицевая. Вот она, видите, кромочная, 8 изнаночных, 1 лицевая. И дальше все изнаночные. Здесь изнаночную, вот здесь вот, смотрите, изнаночную мы вяжем за переднюю стенку здесь. И так, что у нас здесь происходит? Видите, мы снова начинаем вязать с первого ряда. Тот же узор поменяли просто провязку верхнюю на нижнюю, ну, вернее, за переднюю, за заднюю стенку. Добавили вот обтачку с обеих сторон и вяжем ровно. То же самое мы потом проделаем с этой деталью. Это я, почему я сейчас говорю, сейчас уже вечер, но я включу сериал и буду вязать. Поэтому я довяжу вот эту часть до спинки, до горловины момента. И начну вязать вот эту уже, показывать не буду, потому что она полностью одинакова. То есть здесь мы берем, набираем 10 петель, провязываем первый ряд. Вот это следите, чтобы вы просто попали. Потому что если вы не попадете в первый ряд рапорта, у вас собьется потом вам изнаночный как-то надо мудрить, я не знаю. Поэтому вот это мероприятие обязательно нужно делать в первом ряду рапорта. Вот здесь набрали, провязали первый рапорт. Набрали, изнаночный ряд, опять распределили петли. Кромочная 8, изнаночная, лицевая, далее общие вязания и так далее. И вяжу, в общем, сейчас я вяжу спинку до горловины и переднюю деталь до горловины. Я вот за вечер свяжусь, завтра продолжаю вам снимать. Итак, вот я хочу показать, как это выглядит. Вот смотрите, здесь у меня одна деталь, вторая деталь полностью одинаковая. Вот я их как бы по переменности вязала, то там, то ся. И по итогу, девчонки, что у меня было? Так, здесь, девчонки, до съем, до горловины у нас получается, значит, для моего размера 14 рапортов. То есть ничего не меняется с цифрами до проймы. И от проймы до горловины переда. Значит, в моем случае это 14 рапортов, потому что там было меньше, сейчас видео старое, но я перевязывала. Поэтому звук переснимаю, говорю точные цифры. Значит, в моем случае 14 рапортов, в вашем выведено на экран. По спинке еще скажу. Значит, и вяжу вырез горловины. Значит, теперь я буду вывязывать горловину. Вяжу 60 петель, включая кромочные, все вот эти обтачки и узор. 60 петель. Так, раз, два, шесть. 55, 56, 57. 58. И вот здесь вот я, сейчас у меня 58 петель, и я закончила рапорт. И вот вы, у вас в зависимости от размера, может закончится рапорт, может не закончится. И закончится вот здесь, вот как раз в нужной точке. Но у меня закончилось здесь, но провязать мне нужно еще 2 петли, чтобы было 60 петель. И я их просто провязываю лицевыми. Далее закрываю 20 петель по центру. Раз, два. 15, 20. И вы смотрите, здесь у меня что получается. У меня вот эта петля. И еще следующая тоже лицевая. То есть 2 дополнительные петли, которые у нас пол рапорта получается. Со следующей половины. И начинаем вязать следующий рапорт. Ну, как бы новый рапорт. И 60 петель этой половины. То есть по центру у меня закрыто 20 петель. И вяжу ряд до конца. И еще изнаночный ряд сюда, в эту точку. Так, вот я провязала ряд лицевой до конца и провязала изнаночный. Теперь со стороны горловины. Вот мы будем делать сейчас сокращение с этой вот стороны. Я сокращаю 6 петель. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. И далее вот смотрю узор. Что у меня здесь получается. Вот эта одна петля у меня уходит сюда. Потому что мне либо здесь с половиной надо начать. Либо вот здесь вот сначала. Либо с половиной рапорта. Либо сначала. Здесь я петлю провязываю. Как раз у меня можно делать вот этот вот финт. Вот я его провязываю. То есть одну петлю я провязала просто лицевой. И начала уже следующий рапорт как бы вязать. И вяжу ряд до конца. И изнаночный. Так, идем дальше. Теперь я сокращаю 4 петли. Раз. Два. Три. Четыре. И снова вяжу до конца ряда. Здесь тоже смотрите. Здесь у меня получается пол рапорта. Значит я делаю 1 накид и 2 вместе. И далее уже начинаю сначала рапорта. Хотя это было и не обязательно. Тут можно даже и лицевыми провязать. И ничего не случится. Так, вяжу ряд до конца по узору. И изнаночный ряд. Так, вот я вернулась. Девчонки, теперь я не буду показывать. Теперь понятно, да? Это 6, 4. Теперь снова 4, 2, 1. И это будет всего 20 петель. Вот так вот я делаю сокращение. и так что у меня по сокращениям значит у меня 6 4 4 2 1 это 17 петель 18 ушла в кромочную это значит что 16 петель 4 раппорта и половина которая у нас осталось здесь раппорта все у нас правильно получается сейчас мы будем а и после последнего сокращения я провязала два раппорта это восемь ряду теперь вижу ряд до конца по узору все как положено и буду делать скос плеча насколько если я правильно поняла в оригинале там я не увидела скоса плеча но я его сделаю небольшой потому что мне кажется это плечико лучше ляжет и прямо на такое будет аккуратненько я аккуратненько и аккуратненько и покатая такое ну в общем классная как по мне видите вот я часто теряю одну петлю вот здесь вот так довязываем до конца эту планочку планочку подшивку подгибку обтачку так теперь девчонки изнаночном ряду со стороны как бы руки закрываем вот эти десять петель 1 2 3 4 5 6 7 8 получается 9 потому что вот сейчас мы находимся на последней петле теперь закрываем еще четыре петли это всего я закрываю 13 петель это для всех размеров а вот чтобы оказаться вот на этой петли это было кромочной здесь не сломался у нас рак рапорт значит 9 10 11 12 13 все далее я вяжу по узору этот изнаночный ряд и лицевой ряд и так лицевой ряд по узору даже и вот теперь вот девчонки в каждом изнаночном ряду вот в начале каждого изнаночного ряда я закрываю по одному рапорту по четыре петли здесь просто была подгибка она уйдет сюда не не страшно что вот так вот она как раз там у ляжется равномерно и так как нужно сейчас четыре петли 1 1 это как раз один рапорт 4 и так далее то есть следующем изнаночном следующими в следующем смотрите сколько раз я это сделала вот это один раз наши 13 петель потом 4 2 1 3 и 4 теперь я все петли закрываю то есть всего четыре раза это у нас 8 рядов и вот видите вот такой вот это где-то 3 сантиметра это вполне себе как раз классный искус для плечевого как бы плечевой линии поэтому сейчас в лицевом ряду закрываю все петли и перехожу на левую сторону на левую булочку левая плечико вот вот так готова теперь ниточку я девчонки привязываю вот здесь вот где я закончила то есть ряд у меня шел давайте вам покажу вот как у нас нарисовался вырез и нарисовался скос плеча теперь вяжем вот эту часть зеркальном отображении что это значит что вот эти сокращения точно так же как и здесь 6 4 4 2 1 я делаю здесь в изнаночном ряду 6 4 4 2 1 вижу два раппорта высоту точно так же и в лицевом ряду после сокращения и плюс 2 раппорта я допустим я контролирую по вот этим вот дырочкам да по от начала до конца перри перепроверяю что не дай бог там не потерялась какая-то дырочка ну какой-то рапорт чтоб все было одинаково и перепроверяет то есть это значит что многие меня в зеркальном отображении а вот так вот если эти сокращения делались в лицевом ряду то в зеркальном отображении эти сокращения делается в изнаночном ряду вот эти сокращения делались на правой полочке в лицевом в изнаночном ряду на левой полочке они делаются в лицевом ряду с точно такой же последовательностью 4 5 6 4 4 2 1 и здесь 13 4 4 4 мы делаем эти вяжем эту полочку то есть полностью идентично так вот я довязала вот эту часть и вот если вот так вот сложить они обе одинаковые вот что я делаю далее вот у меня уже связано спинка чуть-чуть я просто параллельно вязала там чуть-чуть там чуть-чуть и сейчас мне нужно довязать спинку вот до вот этого угла как я ориентируюсь вот здесь вот так но и в этом месте у меня звуковой досьон до выреза горловины спинки у нас в моем случае это 18 рапортов в вашем случае это ваше число рапортов еще можно проконтролировать снизу пересчитать все рапорты и то есть у вас должно быть по высоте одинаково спинка и передняя деталь одинаковое количество рапортов снизу и рядов рапорта сантиметров все должно с плечики сойтись вот только тогда вы делаете вырез горловины в общем ориентируйтесь так как вам удобно либо по рапортам либо по рядам либо по сантиметру хотя с сантиметрами осторожно может отличаться плотность вязание ну и вот я завязала поднялась до верху то есть связала столько же сколько и на передней детали но не до выреза а именно до конца вот этой вот части и теперь что я делаю я точно так же закрываю средние 20 петель для этого вижу 60 из всего с подгибкой совсем и и так 58 и помним что у меня было как бы пол рапорта здесь значит 60 петель теперь закрываю 20 все так провязала ряд до конца теперь в изнаночном ряду я сразу же уже делаю скос плеча то есть закрывая 13 петель так теперь вяжу ряд до конца по узору в лицевом ряду для выреза горловины закрываем 6 и вяжем ряд до конца так теперь в изнаночном ряду со стороны плеча 4 теперь у нас по 4 4 то есть линию плеча мы дублируем как на передние детали точно так по линии горловины в лицевом ряду 6 петель то есть линии горловины закрываем так здесь снова 4 петли ну то есть по плечу и так раз два и последний раз с лицевой стороны 6 опять же 6 третий раз 6 петель 4 5 6 5 6 6 6 7 здесь у меня последний закрытие плечиком 1 вяжем изнаночный последний ряд до конца и потом все петли закроем так есть одно плечо у меня есть все то же самое только здесь вот так вот маленький вырез по горловинке у меня теперь я делаю вторую половинку это значит что в изнаночном ряду я буду делать три раза сокращения по 6 петель а по плечу снова в лицевом ряду 13 петель потом три раза по 3 только вот здесь вот мне нужно провязать ряд не делая сокращения чтобы выйти потом на вот это вот или этот ряд связать потом в конце так вот здесь вот я первый ряд как бы провязываю без сокращений а потом со следующего ряда буду делать сокращение для горловины это для левой булочки чтобы совместить там потом все вот сделала я два плечика своих и теперь 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 я эти плечики сшиваю девчонки чтобы сделать горловину сшивая иглой обычным бабушкиным способом может быть и не бабушкин я так его называю просто сопоставляю все это дело вот таким вот образом если бы не было этих ступенечек я бы может сшивала по-другому но в данной ситуации сшиваю именно вот так вот здесь все сопоставляю чтобы узор у нас совпал здесь вот эту вот ступеньку просто так вот мягко сглаживаем так вот чтобы она как бы ушла в ровную линию то же самое делаем другими ступеньками следующим и сшивая оба плеча так сшила я плечи теперь на спицы два с половиной миллиметра я по горловине набираю петли так кстати набирать я когда набираю петли по горловине всегда интуитивно как бы вычисляю это все дело здесь я буду набирать как бы два через один то есть из двух рядов один пропускаю снова двух рядов один пропускаю потом знаете когда набираю вот смотрю на спицах вот так визуально и определяю чтобы не было и сильно густо и свободно не было ну чтоб но это наверное опыт все-таки вот каждый раз я вам сейчас просто наберу здесь из каждой петли буду набирать в общем где закрыты петли а вот здесь вот смотрите видите я не пропустила ряд здесь уже нужно пропустить вот тогда нормально вот так вот да это заморочно ну вот видите теперь я уже вижу что они как бы нормально расположены и так девчонки вот по горловине у меня получилось 142 петли вот сейчас я завязываю вот этот вот узелок вот и что я сейчас буду делать я буду вязать а первый ряд из ванночными петлями чтобы как бы вот этого типа кетлювочку сделать вот а потом резинкой 11 и так 142 петли для моего размера все я продолжаю девчонки так мои хорошие я провязала резинкой раз два три четыре пять десять 11 рядов тут вы можете тоже корректировать больше или меньше вот сейчас я взяла вот нитку девчонки и про закрытие петель я буду закрывать при помощи иглы вот я не могу как-то добросовестно да скажем так объяснить как это делается я постоянно в этом деле путаюсь и мучаюсь но мне нравится результат поэтому я это делаю что я хочу вам сейчас просто рассказываю покажу как я как я это все дело делаю вот но вам для тех кто не умеет кто умеет то естественно вы это все дело делаете но смысле закройте петли иглой кто умеет кто не умеет попробуйте у кого-то другого на научиться потому что у меня есть видео и я могу его выложить поэтому как бы способом но мне кажется что она не очень удачно и это видео вот поэтому мой вердикт что я хочу сказать что видео я выложу в описании на всякий случай по закрытию иглой если вы там ничего не поймете тут кто не умеет это пожалуйста перейдите вернее наберите закрытие иглу и миллион каждая каждая буквально вязальщица сняла видео на эту тему вот видите я уже вот либо закройте для закрытия петель для резинки один на один это у меня тоже есть видео такой сборник со всеми способами но много способами закрытия петель вот я уже петлю потеряла вот и его я тоже оставлю а вы для себя выберите то что помогут не хотя я же говорю лучше всего закрыть иглой тогда это горловина вот она получается там этот край вот прям фабричный фабричный вот что я вам скажу но и я помучаюсь покрою эти петли так закрыла я петли на горловине девчонки и и под утюжила немножечко это пряжа паром утюжком паром вот и что у меня вот здесь вот смотрите я немножечко разутюжила чтобы мне было удобнее работать вот сейчас девчонки сейчас я вот здесь вот поднимаюсь смотрите на две дырки да на уровне 2 дырки я беру иголочку турне там где заканчивается вторая дырка ой ой так 2 есть туда вовнутрь отгибаем раз-два значит вот здесь вот и вот зовут эти вот изнаночные петли я как бы сшиваю при этом подгибка сразу два ряда буду цеплять кстати неправильно делаю вот так вот надо то есть я здесь сшиваю два рапорта вниз почему сейчас расскажу это это я сделала для того чтобы упростить вот этот узелок у меня вылез и свойственной обработку то есть обтачку вот это до обработку и и уже этой обтачки вот здесь вот как бы дырочка получается она такая техническая я тоже прихватывает вот здесь вот девчонки теперь где получилось оказалось можно вот смотрите можно вот так вот но только смотрите что чтобы у вас шоу шоу по вот этой вот лицевой линии так вот здесь вот я просто закреплю там где у меня узел вылез вы смотрите как вам удобнее и эффективнее да почему потому что здесь у нас тут должно получиться вот прекрасно у нас узел ушел наизнанку я его еще и продену так а здесь видите должно быть вот на два рапорта сшита вот а здесь вот такая вот штучка то есть полностью обтачка я сейчас выложу игол туда и по периметру этой обтачки я буду пришивать все узелки я туда благополучно прячу аккуратными такими нежными стежками мы это все дело пришиваем вот здесь вот смотрите здесь у нас обязательно вот это изнаночная петля должна быть на сгибе вот так вот а здесь вот оно должно быть на стыке рапортов это все вам покажу вот так смотрите вот здесь вот одна дырка вторая дырка вот именно вот здесь вот на этом стыке мы должны ее пришивать то есть две дырки уходит под вот эту вот обтачку и вот по всему периметру я их пришивать с обеих сторон так 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 показываю вам тройму значит подшила я вот смотрите как это выглядит то есть вот эта обтачка она у нас внутри закрывает два рапорта и подшита по периметру здесь вот так вот то есть то что мы сшили мы здесь подшили вот таким вот квадратиком вот она вот так вот что у нас еще осталось девчонки о чем я забыла я уже под парила это эту вещицу же обработала беру иглу и не нужно задеть вот эту нить которая продеть нить нитюшку которая у нас от набора петель вот видите это нить с нее начинается лицевая петля вот я подцепляю ее за вот эту вот изнаночную еще раз все принципе и уважаю ее на изнанке по лицевой петли все девчоночки я думаю все вам понравилось все вы поняли если не поняли девчонки то пожалуйста пишите девчонки единственное что я забываю заглянуть сюда ну теперь раз уж я сюда выкладываю видео то и нужно научиться заглядывать сюда поэтому вот так вот пишите если что непонятно будет отвечу либо да сниму видео какие-то может моменты непонятные ну а пока девчонки вот такая вещица а я вас благодарю за подписку благодарю за верность прощаюсь с вами на сегодня с вами была вика из школа рукоделия всем пока-пока а 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 Субтитры создавал DimaTorzok